Боже, поговори с нашими сердцами через Твое Слово. Исцеляй, помоги, и не только здесь, но по всей стране. Помоги нам, избавь нас, и обучай нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Наша первая мысль из Иоанна 17 главы. Каково ваше впечатление, когда вы думаете об учениках Христа? Когда Христос ходил по земле, у Него было 12 учеников. Один из них был демон, Иоанна 6 глава. У других 11 был призыв. Какое ваше впечатление о них? Обыкновенные люди. Спотыкающиеся люди. Жаждущие люди. Незрелые люди. Преуспели ли они в вере и вхождении послушания? В общем, нет. В их жизни были некоторые светлые моменты, но в основном они сомневались, спотыкались, не верили. Христос молился в Иоанна 17. Это удивительная молитва с большим содержанием. Нам нужно часто читать ее. До того, как они стали зрелыми верующими, он говорит о них в 6 стихе. «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира». Это первое, то, что он говорит своему Отцу. «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира». В этой молитве три направления. Бог, Христос и ученики. Иисус говорит с Богом о них и говорит, «Я открыл имя Твое им». 6 стих, продолжение. «Они были Твои, и Ты дал их Мне». «Ты дал их Мне, а Меня дал им, и они сохранили Слово Твое». Я бы сказал, «Ну, не всегда». Христос так не говорит. Он говорит, что они сохранили Слово Твое. Он высоко оценивает этих людей. Очень важно нам понимать эти вещи. Бог высоко оценивает нас. Да. Эти вещи, которые говорит Христос в этой главе, относятся также к нам. Мы видим далее 7 стих. «Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им». Мы должны понять, что Бог передает нам слова. Это не человеческие слова, но слова, исходящие из Его уст. Его слова изменяют мою жизнь. Они захватывают наши сердца. Его слова оживляют наш дух. Восемь раз говорится об этом в Псалме 118. «Оживи Меня по Слову Твоему». Эти слова оживляют нас. Они входят в наш дух. И Иисус говорит, «Я даю этим неуклюжим, незрелым ребятам, которые оставят Меня через несколько часов, я даю им Твои слова». 8 стих. «Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя». Они поняли истинно, что Я не просто еще один человек, родившийся в мир. Они уразумели, что Я пришел от Тебя. Я – Мессия, Христос. «Они узнали это», – говорит Иисус. «Неважно, насколько мы сильны, это намного глубже. Бог благоволит Вашей жизни. Бог дает Вам благодать, дает слова, назидает Вас». «Восьмой стих. «И уверовали, что Ты послал Меня». «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои». «Господи, Ты не молишься за мир?» «Нет, не молюсь за мир. Я молюсь Моему Отцу. Мой Отец хочет, чтобы я молился за них, чтобы они знали Меня, чтобы они любили друг друга, чтобы они были освящены и сохранены. Они будут Моим инструментом на земле. Я вложу в них Мой Дух, Я помажу их Святым Духом, своим присутствием, своей природой и содержанием, чтобы Я был их главой, а они Моим телом. Я глава Церкви, а они Церковь. Когда они соберутся вместе, Я помажу их. Я дам им дары. Им предстоит сделать дело на земле. Сегодня в нашей Церкви событие, называемое Экспо. Это время, когда мы собираемся в семейном центре нашего здания, нашей Церкви, и приглашаем всех зайти к нам, выпить чашечку кофе и увидеть, что мы делаем как служение на протяжении многих лет. Может быть, кто-то хочет поучаствовать. Добро пожаловать! Мы знаем, что Бог дал нам Духа Божьего, через Которого мы получили дары. У нас есть дары и служение. Мы действуем в этом мире в призыве. В среду вечера мы говорили, что людям платят, чтобы они выполняли работу. Также есть понятие добровольца, и это очень поощряется. Но есть что-то большее. Это наш призыв. Призыв не имеет отношения к оплате за труд, не имеет отношения к добровольному труду. Это то, что Бог ведет меня делать. Я могу не хотеть делать это, но у меня есть дар для этого. Когда я использую свой дар и делаю Божье дело, я нахожу назидание. 1 Коринфянам 12 глава говорит, что Бог дал дары и телу Христа. Когда я в первый раз пришел в эту церковь больше 40 лет назад, я был молодым человеком. Я сел и слышал Слово. Затем что-то стало происходить в моем сердце. Я начал думать о служении. Может быть, я могу что-то сделать. Я начал думать о вере. Я был очень застенчив. Ну и я ходил сам по себе. Мне было удобно находиться с несколькими людьми, но я ни за что не хотел бы очутиться перед большой группой людей. Это было неважно, потому что я не был добровольцем. Мне не платили за мою работу, но было что-то большее. Это происходит в ваших сердцах и в вашем уме. Иисус молится за учеников, несмотря на то, что у них много недостатков. А не в этом смысл. Смысл в том, что Иисус говорит, они знают, кто Я. Это не еще одна религия. Это уникальная вещь. Это Христос, Его власть, которая дается этим людям в то время, когда они еще незрелы и отрекутся от Него. Один из них сказал, «Я не знаю Его». А другие разбежались. Это похоже на наши истории. Когда вы поверили и начали жить по вере, Дух Божий дал вам дары. Вы стали обладать ими, верить в них. И они стали действовать в вашем сердце. Вы начали думать о них. На утреннем собрании мы говорили о том, что некоторые из нас путешествовали на попутках или автостопом по Америке в 70-е годы. Когда вы поднимаете палец вверх, машина останавливается, вы садитесь в нее и едете. Далее вы выходите из машины и не платите ничего. Может быть, вы скажете «Спасибо». Но если вас хорошо довезли. Вы платите за топливо? Платите ли вы за страховку? За обслуживание машины? За колеса? Моете ли вы машину? Нет. Вы садитесь в машину и выходите из нее. Иногда я так думаю о церкви. Что я делаю в церкви? А, я езжу автостопом. Я пришел, потусовался здесь и ушел. Спасибо большое, я пошел. Поищу еще кого-нибудь, кто подвезет меня. Я просто хочу покататься, ничего за это не платя. Когда Иисус входил в нашу жизнь, деньги не стали уже так важны для нас. и ему не нужны добровольцы, хотя это и замечательно. В нас происходит нечто большее, и это не человеческое сердце. Я имею в виду, что это общение с Богом, и также я плачу цену. Притча говорит, «Купи истину и не продавай мудрости» притчи 23.23. Вы говорите в своем сердце, «Боже, наполни меня Твоим духом, назидай меня в вере, я хочу ходить Твоими путями в моей жизни. Моя жизнь не принадлежит мне. Я доверяю Тебе свое будущее. Моя жизнь будет основана не на удобствах, но на основании послушания Тебе. Твоя природа, Твоя благодать, Твой путь. Мне нужны глубокие корни». Вот что происходит в этой молитве. Иисус мог бы сказать так, «Отец, дай им глубокие корни». Давайте я объясню через иллюстрацию. Я прочитаю вам одну историю о докторе Гипсе. Когда он не спасал жизни, он сажал деревья. Его дом стоял на площади в 10 гектаров, и на его участке рос небольшой лес. У этого хорошего доктора была интересная теория о посадке деревьев. Она пришла из школы «Нет боли, нет приобретения». Он никогда не поливал посаженные деревья. Однажды я спросил его, «Почему?» Он ответил, «Если я буду их поливать, я испорчу их. Если я буду поливать их, следующее поколение будут слабее и слабее». Вы должны усложнять их жизнь и избавляться от слабых деревьев на самом раннем этапе. Он рассказал о том, что поливание деревьев делает их корневую систему неглубокой. Деревья, которые жаждут воды, должны пускать глубокие корни, которые впоследствии станут драгоценными для этого дерева. Он никогда не поливал свои деревья, он посадил дуб, и вместо того, чтобы поливать его, он каждое утро побивал его газетой. «Бам! Да! Да!» Я спросил, «Зачем ты это делаешь?» Он ответил, «Чтобы привлечь внимание деревьев». Часто я проходил у этого дома и видел деревья, которые были посажены им 25 лет назад. Они были большие и сильные. Эти деревья просыпались утром, били себя в грудь и пили свое черное кофе. Я посадил пару деревьев недавно. Постоянно поливал их, опрыскивал их, ухаживал за ними, молился над ними. Через два года такого отношения выросли деревья, которые ожидали, что их будут всегда поливать. Когда бы не подул холодный ветер, все они вместе тряслись и их ветви дрожали. Интересное о деревьях доктора гипса было то, его отношение к деревьям похоже принесло им пользу, как никто другой. Каждый вечер перед сном я вхожу в комнату к моим двум сыновьям, я стою и смотрю на их маленькие тела, которые встают и падают в их жизни. Я часто молюсь за них. Больше всего я молюсь, чтобы их жизнь сложилась легко. Господи, огради их от трудностей, молился я. Позднее я пересмотрел мою молитву. Я подумал о неспособности деревьев переносить холодный ветер. Я знал, что мои дети будут проходить через трудности, и моя молитва, чтобы этого не было, была наивна. Всегда будет дуть холодный ветер. Я изменил мою молитву, потому что жизнь трудна. Хочу ли я этого или нет, я начал молиться, чтобы корни моих сыновей росли глубоко, чтобы они черпали силу из скрытых источников вечного Бога. Часто мы молимся, чтобы жизнь была легкой, но это сентиментальная молитва. Нам нужно молиться за корневую систему, которая надежно будет укоренена в вечности. И когда пойдет дождь, подует ветер, мы не упадем. Корни в церкви. Когда я еду автостопом, я сажусь в машину, еду, вышел, и все. Нет цены, нет платы. Но когда я владелец машины, доктор скручивает газету и бьет деревья, бам, бэм, что вы делаете, доктор Гибс, я хочу привлечь внимание деревьев. Я знаю, что когда я принадлежу церкви, когда я нахожусь другими людьми, мне нужно возрастать, пускать корни, мне нужно, чтобы Святой Дух показал мне, как жить, как прощать много. В этом случае я возрастаю и становлюсь служителем. Я уже не тот, кто постоянно говорит, дай, дай, дай. Когда жизнь становится жестче, мне нужно знать, как давать. Когда никто не дает, я хочу обучиться этому. И Иисус мог бы так сказать об учениках своему отцу, да, Господи, я говорю об этих неразумеющих, незрелых учениках, которые оставят меня и отрекутся от меня через несколько часов. Но ты дал им слово, я был с ними три года, и они уразумели, что я пришел от тебя. Они узнали, что происходит, и кто я. Это сердцевина нашей новой жизни. В нашей жизни есть все источники для нас. У нас есть благодать Божья, Дух Божий. Я обучаюсь, как говорить слово вовремя. Я представляю себе картину бабушки, сидящей на крыльце в кресле. Десятилетний мальчик поднимается на крыльцо своей бабушки, садится рядом с ней. Если у бабушки есть корневая система, если у нее есть ценные вещи для этого человека, для этого мальчика, у нее есть служение, служение на крыльце дома. Есть служение на кухне, служение в саду, служение у огня, служение на тротуаре, в воскресной школе, в церкви. Много лет назад в моей жизни что-то произошло, и я сказал, я не знаю многого о деньгах, не знаю многого о добровольцах, но я знаю, что мне нужно что-то глубокое в моем сердце, что поведет меня в вере, потому что я хочу быть полезным. Если ты привел меня в эту церковь, я хочу быть частью того, что здесь происходит. В жизни много проблем. Я не хочу проблем в моей жизни, но когда они происходят, я хочу быть на стороже и знать, что ты ответ на мои проблемы и на проблемы любого человека. У вас появляется слово вовремя, у вас есть мера веры и служения благодати, мы обучаемся жизни здесь. Бабушка говорит так маленькому мальчику, сидящему с ней, а годы спустя этот мальчик скажет, я помню, что говорила мне моя бабушка. Эти вещи укрепляют нас, они укореняют нас, мы ищем их, мы ищем, что Бог делает в этом мире. Нам не нужно ходить далеко, Бог здесь, Он окружает нас. Вы когда-нибудь были среди верующих, которые ищут Иисуса Христа, ищут Слово, ищут духовного питания, ищут быть исполненными Духом Святым. Может быть, это не очевидно для вас, но это есть. Затем я говорю в своем сердце, Господи, наполни меня, чтобы у меня было, что дать и с кем поделиться. Пусть у меня будет крепкая корневая система, через которую я черпаю. Женщина у колодца сказала Иисусу, «Тебе и почерпнуть нечем», когда Он сказал ей, «Я дам тебе воду, и ты не будешь жаждать никогда». Она подошла с практической точки зрения, «Тебе и почерпнуть нечем из колодца снизу». Иисус сказал, «Я черпаю воду из источника наверху. Я Христос, путь и истина и жизнь. Я восполню твою пустоту. Я решение для твоих плохих привычек. Я советник для тебя, когда ты в замешательстве. Я тот, кого ты ищешь, чтобы быть удовлетворенной. Я Бог всякой благодати». Иисус говорит, «Спасибо, Отец, за то, что ты сделал для них. Я скоро иду к тебе, но я оставляю их здесь, и у них есть чем черпать». Давайте мы с вами откроем Евангелие от Луки. Я столько много молился за моих детей. Господи, пусть их жизнь не будет трудной, но я изменил свою молитву. или я молюсь, «Господи, пусть мои дети выиграют в лотерею». Я шучу. Да не будет такого, потому что это проклятие. Вам не нужно это. Исследуйте статистику в интернете, что происходит с людьми, которые выигрывают в лотерею. Это проклятие, а не благословение. Это проклятие. Многие из них умерли, другие находятся в плачевном состоянии. Это не благословение. Здесь у нас есть благословение, мы вцепляемся в них и не отпускаем. Если я следую за Иисусом, тогда жизнь Иисуса начинает течь в моих духовных венах. У вас и у меня появляется призыв. У нас есть дары Духа, и когда вы действуете в них, вы удовлетворены, и вы назидаемы или созидаемы. Итак, Лука 14, 15. Услышав это некто из возлежащих с ним сказал ему, блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Вкусить хлеба в Царстве Божьем. Интересно, что он имел в виду? Думаю, что есть много значений у этого. Одно из них это грядущее царство, где люди возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковым. Может быть, это наше сегодняшнее собрание, где мы вкушаем хлеб Царства Божьего, духовный хлеб, который исходит от Бога. 16 стих. Он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих. Но когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. Все готово. Все приготовлено, столы накрыты, места приготовлены, на столах много вкусной пищи, служители стоят в готовности. Бог сделал все. Все готово, ничего не нужно делать, просто приходи. Я помню, как я проповедовал в Будапеште в сквере, в центре города. Там собралось большое количество людей, я говорил в своей проповеди, все готово, все приготовлено. Я видел жажду людей, я помню их отклик. Кстати, я сегодня улетаю в Венгрию на неделю. Там я буду в наших церквах по всей стране. Будем встречаться с пасторами, затем я вернусь обратно. Спасибо за ваши молитвы. Все готово, все сделано, Христос совершил все. Иисус говорит в Марка 4, вы можете слышать? Если вы слушаете, вы услышите больше. Если вы начнете слышать от Бога, как сейчас в собрании, вы и у вас появится способность слышать больше, ваше здание будет строиться кирпич за кирпичом, и это называется назиданием или созиданием. Это личное назидание для моей души утверждаться в нем. Такова природа служения. 17 стих «И когда наступило время ужина, посла у раба своего сказать званым «Идите, ибо уже все готово». Уилсон, Липпи и Лу сейчас с нами из служения фермеров-евангелистов. Они евангелисты, которые говорят «Приходите, приходите, все готово, вы приглашены, 18 стих «И начали все как бы сговорившись извиняться. Первый сказал ему «Я купил землю». Будьте осторожны с вашими извинениями. Будьте осторожны, когда вы говорите «Я не могу». Откуда вы знаете, что вы не можете? Как вы можете так говорить? вы все знаете? Я никогда не проходил через такие трудности. Откуда ты знаешь? Как ты можешь так говорить? Смотри на Бога и говори «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», чтобы Он не сказал мне, это Его решение, а не мое. вот что значит быть созидаемым как служитель Божий. Один пастор сказал «Мне нужно большое собрание, чтобы проповедовать». А другой пастор ответил ему «Если ты слишком велик, чтобы проповедовать в малой группе людей, ты будешь слишком малым, чтобы проповедовать большому собранию людей». Дело не в числах, не во внешних вещах. «Это все о Царстве Божьем. Это хлеб, который я вкушаю в Царстве Божьем на земле. Мои корни укрепляются, я возрастаю и становлюсь зрелым». Бабушка на крыльце сидит и говорит маленькому мальчику «Могут наступить сложные времена, но Бог ответ на твою жизнь». Это служение. Подростки в центре Балтимора, у нас есть видение, чтобы сто мужчин пришли в церковь с улиц Балтимора. Сегодня среди нас Джереми находится. Встаньте, пожалуйста, Джереми. Десять лет назад он летел на своем мотоцикле по улице Полавски 160 километров в час. 160 – 150. На этой скорости он попадает в аварию. Он лежал на обочине еле живой. Его погрузили в скорую помощь. Он был в коме и с многочисленными повреждениями. Я говорю сегодня вам, что в его сердце что-то происходит от Бога, от Иисуса Христа. Марк Ноллс раздавал трактаты в торговом центре. Он дал ему трактат. А тот взял номер телефона Марка и затем позвонил его. Марк привел его в церковь. Знаете что, все готово. Бог может сделать несравненно больше. Но мы извиняемся. Мы извиняемся. В жизни церкви я могу посмотреть вокруг, увидеть, что не хватает. Но почему бы мне не посмотреть и не сказать Бог здесь. Это совсем другое отношение. я находился в небольшой группе людей, нас было восемь, но стояло десять стульев. Где же двое? Я не знаю. Я знаю, что нас восемь человек и Иисус Христос с нами. На что вы будете смотреть? На два пустых стула? И где эти люди? Или на Иисуса Христа? О чем мы будем говорить? О наших проблемах? или мы взыщем Господа? У нас есть корни, и жизнь Христа была дана нам. Мы приносим свои извинения, так же, как и неверующие делают. «Я не могу прийти, я купил землю». 18 стих «Мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня». Другой сказал «Я купил пять пар валов, я фермер, я так взволнован, я грезил, чтобы купить валов, я думал о них день и ночь». 19 стих «Иду испытать их, прошу тебя, извини меня». Третий сказал «Я женился, все, дело закрыто, и поэтому не могу прийти. Давай, возьми свою жену и приходите вместе». Нет, она не может, вернее, она не хочет. Я женился на женщине, которая не хочет прийти. Ого, как много раз я видел это. Мужчине нужно было выбирать между церковью и своей подружкой. Угадайте, кто одержал победу? Ну, конечно, подружка. А его больше мы не видели. Это потому, что... А что здесь делать в этой церкви? Здесь нет ничего особенного. Я не вижу Царство Божие, а вот у меня есть подружка. Вы что думаете, что я идиот? Конечно, я выберу мою подружку. Мы понимаем. у тебя будет подружка и больше не будет ничего. Ты выбираешь, с кем встречаться. Ты выбираешь ту, которую желаешь. Ты выбираешь ту, без которой не можешь жить. Ты выбираешь ту, кто будет всем в твоей жизни. Тогда получите и распишитесь. Человек сказал, блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Небесном. Иисус отвечает, позволь мне что-то сказать тебе. Люди не приходят в Царство Небесное. Им не нужен хлеб Царства Небесного. Они приносят свои извинения. Они извиняются день за днем и не приходят. Так здорово, что мы пришли с вами. Я даже не знаю, почему. Я только знал, что я жажду чего-то. Теперь я знаю, что это, и следую в этом направлении. Во мне образовалась корневая система, которая вгрызается в землю. В моей жизни может происходить хорошее или плохое. И даже очень плохое, но я нашел Иисуса. Он благ ко мне в любой ситуации. И Иисус со мной, когда у меня личные проблемы. Иисус ответ для меня, когда никто вокруг меня не может сказать ничего путного. Кто да может сказать что-то здесь дельное? Нет. В жизни у кого-то происходит что-то особенное? Нет. Мне нужно принять свои пилюли. Есть пустота сердца, пустота и глупость человека, пустота чувств. Вы были когда-нибудь с человеком, который просто высасывает энергию из вас? Они всегда в проблемах. Они говорят о нигде и ночь. Я немного побыл с ними и совершенно выдохся. Они опустошили меня. Мы заканчиваем. Послушайте, пожалуйста. Я хочу сказать, что есть хлеб в Царстве Небесном. Есть новые разговоры. Есть удовлетворение. Есть. Иисус сказал, что немногие войдут в Него. Но когда вы входите в Него, вы идете вместе с Богом и говорите другим, «Эй, ребята, уже все готово, столы накрыты, будем вкушать хлеб в Царстве Небесном». «Не, я купил валов, я женился, сегодня вороны играют в футбол, у меня день рождения сегодня, и вообще вы не представляете, как я занят. Мне нужно еще поиграть в мою любимую видеоигру, и у меня так мало времени». Короче, у меня вообще нет времени. когда подует холодный ветер, когда вы потеряете свою работу, или настанет скорбь, или ваша подружка бросит вас, вы проснетесь в депрессии и не сможете найти пути. Помните, что Иисус есть путь, и это замечательно. это просто замечательно. Примите решение. Вам нужно принять решение в отношении духовных вещей. Вы не сможете сделать все. Вам нужно что-то выкинуть из своего занятого расписания. Моя жена так поступает со всеми моими драгоценными вещами. Я говорю, а где мое пальто? В мусорке. Все. Это уже история. Это же мои вещи. Им уже сто лет. А где мои туфли? Им уже двести лет. Вам нужно избавляться от ненужных вещей. Станьте серьезными в отношении духовных вещей. Вы не сможете сделать все. Вы должны отличаться от этого мира. Бог сделал вас другими, и Он поведет вас и научит, как принимать решения. Вы скажете своей подружке, извини, у нас не получится ничего. Все закончилось. Я больше не сплю с тобой. Конечно, я следую за Богом. Да что с тобой такое? Что ты что, идиот? Я вешаю трубку. Я не делаю эти вещи. Я серьезен в отношении Бога. Я нашел Бога, и Бог наполняет меня, Он удовлетворяет меня. Придите все в Дом Божий, где мы вкушаем хлеб Царства Небесного. Я прихожу в церковь часто. Иногда, когда люди не знают меня, они спрашивают меня, я говорю, да, я хожу в церковь. Они говорят, да, мы тоже ходим в церковь. На Пасху и на Рождество. Я говорю, вообще-то я живу там. Я так говорил до того, как стал пастором. Я хожу в церковь. Эта церковь с этой книгой, с этой пищей хранит меня от наркотиков, хранит меня от женщин. однажды я был в ресторане и спросил официанта, тебе нужны чаевые? Он ответил, ну, конечно, нужны. Я сказал, держись подальше от странных женщин. Это твои чаевые на сегодня. Удаляйся от блуда. Это твои чаевые. зарплата это одно, деньги это одно, добровольцы это другое, есть призыв Божий, который произведет влияние на наше общество, на наших молодых людей, на молитвы, на наши семьи, братья и сестры, в жизни много скорбей. И есть один ответ на этот сумасшедший мир, на сумасшедшее сердце внутри нас, станьте серьезными в отношении Христа. Когда вы сделаете это, вы станете питаться Библией, вы будете читать ее, перечитывать ее, читать еще раз. Мне так нравится читать ее, хотя я читаю уже 45 лет. Это настоящая пища. Блажен, кто вкусит хлеб в Царстве Божьем. И Иисус говорит, я расскажу тебе историю, люди будут извиняться и не придут. Тогда я пошлю, чтобы пришли по улицам и переулкам города и привели сюда нищих и вечных хромых и слепых. Мой дом должен быть наполнен. Здесь в зале есть пустые стулья. На утреннем служении есть пустые стулья. Это для того, чтобы они были заполнены, потому что мой дом должен быть наполнен возлежащими, говорит Господь. Пусть Господь наполняет наше собрание в 9 утра, в 11 утра, в 8.30 вечера Бог питает нас и готовит нас к серьезным временам. И также в среду в 7.30 один верующий приехал к нам и сказал, я никогда не видел, что в среду вечером приходило столько много людей. Люди уже не приходят в среду. Я сказал, по благодати Божией мы обучились так делать, мы продолжаем так делать, мы приходим в Дом Божий, потому что мы живем в такое время, когда мы теряем наших детей, теряем наши семьи, теряем хорошие благочестивые советы. Позволь мне дать тебе чаевые, удаляйся от странных женщин, помолитесь со мной. Вы сегодня здесь. И вы не знаете Иисуса. Вы слышали сегодня слова из Его сердца. Иисус ответ на вашу жизнь. Все, что о Нем написано в Писании, истинно. Он ответ на вашу жизнь. Он убеждает и показывает вам путь. это интересная картина, как этот доктор сворачивает газету, скручивает газету и бьет маленький дубок. Бог взращивает деревья. Он не сентиментален, он есть Бог. Когда мы становимся серьезными с Богом, это прекрасный дар для вас. скажите Иисусу сейчас, Господь Иисус, я верю в Тебя. Я доверяюсь Тебе всем своим сердцем. Я раскаиваюсь в своих грехах и иду по вере к Тебе. Я прошу Тебя, обучай меня и веди меня. Если вы помолились этой молитвой, поднимите вашу руку, пожалуйста. Скажите «Да, Иисус, я верю в Тебя». Отец, у нас есть служение, которое мы получили через корневую систему, через завершенную работу Христа. Он сделал все, у нас есть все. Ходите в этом, Он завершил работу, все готово, ходите в этом. Аминь.